Добрый день, дорогие горожане! И в эфире, как всегда, по воскресеньям программа «Горожане», собственно, она так называется, и веду ее журналист Дмитрий Аргумов. И сегодня мы находимся в зале окружной администрации, в большом зале окружной администрации, и наш собеседник сегодня, первый заместитель главы окружной администрации, он получается сейчас, на момент выхода программы, человек, который исполняет обязанности мэра. Так, не секрет, что у нас очень эмоционально некоторые воспринимают те шаги, предпринимаемые и руководством, и муниципалитет, и республики в отношении того, что потихонечку, потихонечку, ну, мусорный вопрос начинает решаться. Конкретно это обустройство, а, мусоросортировочной станции, и, б, обустройство нового городского полигона. По сути дела, у нас имеется в наличии, утвержденное председателем правительства Республики Саха-Якутия, единая дорожная карта, которая в себя сочетает полностью все те вопросы, которые вы говорите, в том числе и рекультивацию закрытием старого полигона, расположенного по Вилюзькому троту 9-й километр. Что касается по новому полигону и открытию мусоросортировочной станции, по сути дела дорожной карты определено срок конец 2022 года. Но уже сегодня стоит задача на уровне Республики Саха-Якутия, главой поставлена такая задача, ускорить этот процесс. И, соответственно, что окружная администрация, что соответствующие профильные министерства и на уровне, как я уже сказал, председателя правительства данные вопросы сейчас решаются. В принципе, это, я думаю, результат достижимый. Прорабатываются источники финансирования, графики их поступления, ну и, соответственно, их реализация. На сегодняшний день определено о том, что строительством нового полигона будет заниматься государственное унитарное предприятие, жилище коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия, сокращенно ГУБЖКХ, как мы его любим называть. Что касается непосредственно строительства, это будет делать конституционер в лице ООО «Эйолга». В принципе, тоже все уже понимания есть. Мероприятия обозначены, сроки тоже поставлены. Соответственно, в этом направлении идет работа. Как вчера было на публичном слушании по рассмотрению непосредственно по воздействию окружающей среды, по открытии данного полигона, действительно очень много было вопросов. Даже если смотреть непосредственно, мы предполагали, что время займет обсуждение не более двух часов, по факту заняло более трех часов. В принципе, это, конечно, очень приятно. Данный вопрос беспокоит очень огромное количество людей. По сути дела, всех жителей нашего города. Так как вопросы обращения с отходами, в данном случае с твердокоммунальными, волнуют всех. Сталкиваются все полностью. Как правило, это либо утром, все мы бываем у местных накоплений, когда выносим мусор, либо вечером. Так или иначе, мы всегда это бываем. Что касается сообщества экологов, вчера были высказаны, скажем так, не столько замечания, сколько предложения. По доработке необходимости проработки тех или иных моментов, в целом, со всех сторон было отмечено, что на сегодняшний день проект действительно уже практически готовый. И, соответственно, будет вынесен на государственную экологическую экспертизу с последующим ее прохождением госэкспертизы по усметной стоимости. На сегодняшний день суммы, которые предполагаются с затратом открытия нового полигона с учетом обустроительства, строительства всех необходимых сооружений и самого тела полигона, оценивается в 1 миллиард 800 миллионов рублей. Сумма, конечно, колоссальная. Что касается строительства, суммы с сортировочной станцией, как вчера было продемонстрировано непосредственно конституционерам, довольно интересный проект. Я считаю, что соблюдены все экологические, не просто законодательства, но и плюс те требования жителей по тому, чтобы не допустить рассыпания данного мусора от самой станции до полигона. Станция будет строиться сортировочно неподалеку от Якутской ГРС-2, которая построена и введена в эксплуатацию в 2017 году, а сам полигон на 27-м километре Велийского тракта. Расстояние довольно-таки приличное. Соответственно, со стороны жителей было высказано о необходимости принятия всех необходимых мер по недопущению рассыпания мусора при его транспортировке. В принципе, вчера это было ярко продемонстрировано. Технически на сегодняшний день механические средства это позволяют. Так называемые автопоезда, которые это все спокойно обеспечат. В принципе, я думаю, что достижение этого результата будет очень на высоком уровне. И ждем, ждем все-таки вот. Что касается единой дорожной карты, непосредственно по рекультивации, у нас уже на сегодняшний день готовый полностью проект. Пройден в согласовании со всеми государственными экспертизами, экологической экспертизой. И, соответственно, ждет в своей очереди начало рекультивации. Рекультивация этого полигона начнется с ввода нового полигона. Сумма затрат по рекультивации на сегодняшний день с метной документацией определенная в 798 миллионов рублей. Очень такой, наверное, вопрос, который интересует всех. Откуда деньги? Что на строительство нового полигона, что на рекультивацию старого. Я понимаю, что в случае с мусоросортировочной станцией, там консессионер, который вкладывает пока свои средства. А на рекультивацию откуда? Ведь это одна из сильных сторон предложения, которое сейчас звучит. Ну, смотрите, как вчера озвучивалось и обсуждалось еще до этого, у нас реализуется национальная программа «Чистая страна», которая под себя подразумевает как строительство, так и рекультивацию закрывающихся мест накопления твердокоммунальных отходов. И, соответственно, на уровне федерального бюджета предусмотрены определенные источники финансирования. Там есть определенные критерии по вхождению в эту программу на сегодняшний день со стороны Министерства экологии. Природопользования и лесного хозяйства республики Сахая-Якутия совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики прорабатываются вопросы по источникам финансирования. Также данные программы и условиями этой программы национальной предусмотрены софинансирования со стороны субъекта Российской Федерации. В принципе, на сегодняшний день, согласно Дорожной карте, источники финансирования уже определены. Ну, что касается по тарифам, вчера эти вопросы задавали. Государственный комитет по ценовой политике республики Сахая-Якутия, а это полномочия субъекта Российской Федерации. Вчера дали четко понять о том, что на сегодняшний день говорить о каких-либо тарифных решениях еще рано, потому что нет проектной осветной документации. И, соответственно, для того, чтобы рассчитать тариф, необходима сумма затрат, которую будет понесет непосредственно. Плюс на сдерживание тарифов однозначно будут предусматриваться федеральные средства, республиканские средства. И плюс еще тарифные источники, так иначе, у нас ограничены предельными расценками. То есть предельными с ростом тарифов. Это тоже все защищено и утверждено на уровне нормативно-правовых актов соответствующих. Здесь, скажем так, еще будет вестись работа. Житейского такого вот сейчас возят на 9-й километр, сейчас стоит, у меня за квартплату берут за мусор столько, да? Будут возить на 27-й, это в три раза дольше, соответственно, в тариф в три раза вырастет. Такого нет. Такого не может быть. По одной простой причине, во-первых, технология переработки, да, почему мы близко строим с городом сортировочную станцию, для того, чтобы сдержать тарифы безусловно. Первичная сортировка, получение той полезной фракции и, соответственно, уменьшение объема, который будет захорониваться на новом полигоне. Соответственно, это уменьшение количества транспортированного от мусора непосредственно на сам полигон. А полезная фракция по следующему планируется уйти на переработку. Это тоже, согласно действию законодательства, вкладывается в тариф в части его снижения. То есть, в любом случае законодательство на сегодняшний день говорит о том, что в тарифе должны быть предусмотрены те затраты, которые непосредственно должны получать за счет переработки, за счет его сортировки и, соответственно, продажи, либо переработки и получения какой-то продукты. В данный момент мы рассматриваем создание РФ-топлива и в последующем использование топлива для выработки типовой энергии. В принципе, на уровне Министерства жилищно-коммунального хозяйства прорабатываются пилотные проекты. Насколько я знаю, на сегодняшний день рассматривается Усть-Алданский район, в ближайшие, чтобы какой-нибудь один или несколько населенных пунктов переоборудовать источники типа снабжения на работу данных РФ-топлива. Это будет в виде брикетирования. Грубо говоря, продукт сортировочной станции будет сжигаться в котельных. В последующем, да. Если будет проще говоря. Ну, почему бы и нет. Международная практика показывает, что это, в принципе, нормальное явление. Если даже взять Японию, они просто полностью все сжигают. И то, что остается от сжигания, отсыпает острова свои. И строит тем самым увеличит почту острова. Это нормальный подход. Это нормальный явление. Арман Сергеевич, вчера также, судя по тем референциям в соцсетях, в отдельных публикациях, Вас немножко тоже подвергли астракизму за идею выпаривания твердых брикетов. Вот этих чубачевусов. Когда я пришел работать в эту кружную администрацию в 2019 году, и в короткое время погружался, что такое все-таки обращение с отходами вообще в целом, реализация того федерального закона и национальной программы, мы столкнулись с таким вопросом, как мерзлые бытовые отходы. В простонародье их еще любят называть брикет, мерзлый, щербет и много какими другими названиями. Но это, по сути дела, замороженная масса отходов, в которые входят все твердые коммунальные отходы и жидкие отходы от жизни, деятельности граждан, людей. И, соответственно, это одна сплошная масса. Если на сегодняшний день все это по старинке идет утилизация, просто захоронение, то в ближайшее время с открытием нового полигона, безусловно, стоит вопрос о том, чтобы мы научились. И, в принципе, такой опыт, как вот вчера Мила Даниловна, заслуженный эколог, говорил о том, что в свое время уже такую технологию применяли, строили выгребные ямы, выгреба теплые. То есть утепленные боковины, крышка, соответственно. И, соответственно, это позволяло, условно говоря, сохранять жидкую фракцию в жидком состоянии, а твердую отсеивать. В принципе, данные мерзлые бытовые отходы, они как образуются? Точнее, даже где образуются? Они образуются в деревянном живом фонде, неблагоустроенном, либо частично благоустроенном живом фонде, и где, так называемая, ведерная система выноса отходов идет. Соответственно, эта проблематика на сегодняшний день стоит для нас очень острая, потому что мы, очень короткий вопрос, решить вопрос вообще ухода от этого класса вида отходов. По большому счету, в прошлом году мы порядка 112 выгребных ям, 66 из них мы новые построили, а остальные мы их модернизировали, ну, как утеплили, по сути дела. Новые, утепленные, современные технологии, современные материалы позволяют это делать. Единственный срок эксплуатации, независимо от технологии выгребных ям, он недавний, небольшой, от 3 до 5 лет, в зависимости от эксплуатации, соответственно. Так вот, самый надежный и самый простой способ разделять мусор в месте его образования. То, что мы в прошлом году сделали, в принципе, мы уже на сегодняшний день имеем небольшой, правда, но положительный опыт, как управляющие компании отмечают, о том, что часть выгребных ям, независимо от холодов, которые в этом году стояли крайне аномальными, более полутора месяцев, минус 50, доходили до минус 60, некоторые выгребные ямы не замерзли. Соответственно, мы понимаем то, что мы на правильном пути. Единственное, нам требуется, безусловно, усиление нашей структурной организации, которая занимается данным обращением отходов, жидкими, в данном случае это муниципальное интернет-предприятие, жилком сервис, усилить ее соответствующим оборудованием для эксплуатации. По большому счету, это не приведет к удорожанию, либо к увеличению бюджетных расходований, потому что мы на сегодняшний день, уходя от мерзлых бытовых отходов, на которые мы также предусматриваем определенные субсидирования для ее утилизации, мы эти просто денежные средства перенаправим на эксплуатацию этих выгребных ям. В принципе, я думаю, что мы сможем это сделать. Даже в частных домах в эти лютые морозы позамерзали так называемые септики. И они тоже вызывали в частном порядке, обращались к нашему предприятию о том, чтобы отогреть. Раньше вообще технология была, я просто сам в жил, когда проработал в 2007-2006 году, к моим коллегам, слесарям-сантехникам, обращались люди, проживающие в частном секторе, и просили решить вопрос. Только когда не было такого количества соответствующей специализированной техники, так что делали? Делали просто водяное отопление, брали чугунный радиатор, и просто опускали в этот септик, и, соответственно, таким путем этот септик разогревался. По сути дела, тот же самый процесс кипячения, как вы говорите. Кто-то действительно делал просто, бросал кипятильник и получал, соответственно, отогрев. Но по-другому технологии-то нет. Мы сейчас хотим завязаться с научным сообществом. К нам приходили два кандидата технических наук, которые предлагают свои услуги в части разработки современных выгребных ям. Казалось бы, да, наука на месте не стоит, и, по сути дела, предлагают с помощью электромагнитных котлов оборудовать. Так, чтобы в нужный момент, в нужный час можно было просто этот септик включить, и чтобы он, соответственно, разогрелся. По большому счету, почему бы и не попробовать, не посмотреть стоимость данного эффекта. Притом, новые современные материалы позволяют продлить работу данных выгребных ям, и не только выгребных ям, тех же септиков, которые в частных домах, довольно-таки очень надолго, годы службы и эксплуатации. Так называемая футировка с помощью пластмассовых изделий, она свободно, все спокойно делается. Это не новая технология, это, по сути дела, старая наша задача, грамотно это дело организовать. Как человек, который проживает в частном секторе, в принципе, я знаю, что я, допустим, трачу определенный процент от тепла, который вырабатывает мой котел, на то, чтобы греть спутник, прокладываю там греющий кабель, то есть постоянно в незамерзшем состоянии, чтобы содержимое септика просто стояло для того, чтобы подъехала фекальная машина, все это безболезненно можно было сделать. А тут, в принципе, я так понимаю, ребята из научного сообщества предлагают, пусть он умерзнет, но в определенный момент мы с помощью определенных технологий можем привести это в жидкость. Ну, не то, что в определенное время. Если в случае замерзания, соответственно, есть вот такой новый современный подход технологический по отогреванию данных этих септиков. В принципе, почему бы и нет? Почему бы и нет? Ну, еще раз говорю, в принципе, выгребная яма по содержимому, это то же самое, что и септик. То же самое, абсолютно верно. Абсолютно, да. Единственное, что мы в выгребную яму не кидаем картонки, бумаги и прочую шелухонь. Ну, к сожалению, иногда и это попадает. Вот приходится и спрос. Это понятно, да. Вы вернемся к тому моменту, когда я немножко ушел в сторону вот этой инстанции, субстанции, вернее. Вы сказали, что нынче были аномальные морозы. Вообще, как хозяйство города выдержало? Вот это очень серьезное, на самом деле, испытание. Такого количества дней с опусканием температуры ниже 50 градусов, я не помню на своей памяти. Вы знаете, как говорят старожилы, да, таких морозов не было уже 50 лет. Мне меньше, чем 50 лет, я таких не помню морозов, действительно. Прошлые года, даже вот 2019-2020 год отопительный, который был, были морозы в 50 градусов, но они буквально день-два и отпускало. Да, и, как вы сами помните, особых туманов-то не было в прошлом году. Но то, что в этом году было, это действительно просто сказать то, что феномен не назвать. Ну, честно говоря, вот такие морозы, если посмотреть новости, не только у нас в республике. Это коснулось и всю Россию, да и не только всю Россию, можно сказать, весь мир. То, что столоварилось в других странах мира, тоже Америки, в Техасе, в Германии с энергетикой. И, честно говоря, мы понимаем то, что мы в прошлый год, невзирая на пандемию, ограничительные меры, смогли действительно подготовиться к зиме довольно-таки очень неплохо. По сути дела, мы прошли неплохо зиму. Хотя зима еще пока продолжается, и морозы у нас опускаются ниже 30 градусов. Мы видим еще некоторые определенные сложности. Но по сравнению с тем, что было эти полтора месяца, когда даже специализированная техника выезжала из гаража, и буквально через два часа она возвращалась на ремонт. И это касалось всей спецтехники. Почувствовали все полностью. Ну, несмотря на это, скажем так, я не люблю сам себя оценивать. Я спрашивал у своих коллег, которые работают в этом направлении, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, руководителей. Как вы оцениваете вообще прохождение вот этих морозов? В принципе, все отметили, что очень неплохо. Даже неплохо то, что были такие морозы, потому что показали определенные наши моменты, где нам нужно в этом году будет над ними поработать. И, соответственно, мы уже понимаем свои слабости и вырабатываем механизмы мероприятия для совершенствования этого процесса. В целом, можно сказать, что мы прошли хорошо. Да, был у нас инцидент, грубо говоря, на птицефабрике в конце января, в последние морозы. И то, несмотря на то, что 4 часа источник теплоснабжения, по сути дела, не работал, сети проводили там соответствующие работы восстановительные, у нас, по сути дела, того, что могло быть перемораживание сети, мы этого не допустили. Ну, можно же посочувствовать замок по ЖКХ. Согласитесь, потому что один сплошной глубок проблем, каких-то вещей. Очень огромное количество всего нужно обновлять, развивать, строить по новой и так далее. Вот какие самые проблемные вопросы состояния жилищно-коммунального хозяйства столицы вы бы назвали? Ну, кроме отопительных, которые сказали, оценку дали общую, еще простоеет. Ну, смотрите, вы абсолютно правильно отметили, что по вопросам жилищно-коммунального хозяйства очень много проблем, очень много. И если не проводить модернизацию, не проводить реновацию тех сетей инженерных, тех объектов соответствующих, соответственно, мы только получаем ухудшение состояния данной инфраструктуры. На сегодняшний день у нас в городе, можно сказать, из жилищно-коммунального хозяйства очень хорошо и радует нас водозабор. Он новый, современный. И качество воды, в принципе, у нас на сегодняшний день гораздо лучше. Лучше, да, и во время плавоводия мы видим, что качество воды на высоком достойном уровне, соответственно. Но при этом есть проблемы у нас в сетях. Водоканал имеет определенную программу модернизации данных сетей. Конечно, хотелось бы гораздо больше, но те тарифные источники, которые есть, они, в принципе, предполагают определенное сдерживание. Если смотреть в целом тенденцию, то даже изучая, скажем так, и сравнивая с другими крупными городами, подобному нашему городу, сопоставимому, да, то у нас довольно-таки неплохое состояние инженерной коммуникации. Есть безусловные вопросы, есть над чем работать, есть над чем модернизировать. По водоотведению, по сетям у нас есть так называемые главные канализационные коллекторы. На сегодняшний день у нас две единицы таких в городе водоканала. Сейчас они ведут строительство третьего, который позволит разгрузить первый, это центральный, по сути дела, который проложен по проспекту Ленина, по Дзержинску, доходит до Федора Попова и доходит до главной канализационной насосной станции. Так вот, данный коллектор уже проработал сверх того, что ему предполагалось, более 25 лет, в два раза он проработал больше, чем должно было быть. Но при этом технологии, как я говорю, не стоят на месте. Технологии предлагают уже довольно-таки интересную, даже реновацию, по сути дела, данных инженерной коммуникации, не проводя дорогостоящих работ, именно продлить этих сетей где-то приблизительно на те же 25-30 лет. И вот водоканал в этом году ездил в Иркутскую область, знакомились с этой технологией. Они посмотрели непосредственно, как производится данная работа. Технология немецкая. И, в принципе, она по стоимости в разы будет дешевле ее применение, чем заменить на новую трубу, проложить новые сети. И в этом году водоканал, мы точно знаем, мы с ним по этому поводу беседовали, они проводят реновацию главного коллектора номер один на 170 миллионов рублей. Протяженность, я сейчас могу ошибаться, где-то в пределах, по-моему, двух километров. Это довольно-таки значительные показатели. И это действительно достойно, я считаю. Что касается по сетям, по объекту переработки сточных вод. Еще в начале 2007 года, если я не ошибаюсь, не подводит, была введена биологическая станция очистки сточных вод. Тоже рядышком, недалеко от водозабора находится. И, соответственно, качество очистки сточных вод, оно тоже стало довольно-таки на высоком уровне. Международная практика показывает то, что данные воды, по сути дела, они, если их немножечко там фильтры поставить, можно даже пить. Ну, понятное дело, что чисто психологический барьер, как правило, сталкиваются люди, они как бы предпочитают пить то, что идет из водозабора. Но, тем не менее, уровень очистки действительно на сегодняшний день очень высокий. И переработка тех же отходов, которые остаются после биологички. Там тоже есть осадок в виде ива, который тоже перерабатывается. Более того, по следующим проходам нескольких лет его перегнивания можно использовать в качестве удобрения. В принципе, такой цикл постоянный, безотходный, по сути дела, производства. Что касается сетей тепла, водоснабжения, по оценкам специалистов, у нас оценивается где-то в пределах 17-18% сетей, которые действительно необходимо производить замену их. Сети на сегодняшний день по горячему водоснабжению, особенно по холодному водоснабжению, стараются использовать современные технологии, современные материалы. Это пластик, полиэтиленовые трубы, соответственно, которые повышают, во-первых, и качество воды, повышают и надежность эксплуатации. Есть, конечно, определенные вопросы по эксплуатации их в лютые в наши морозы. Но и то мы уже, как говорится, прерывовчились, наши специалисты, наши работники сферы жилища и нормы хозяйства, эксплуатировать, ремонтировать и даже при необходимости их менять в эти морозы. По большому счету, я считаю, что развитие у нас идет довольно-таки неплохо. Если говорить о ближайшей перспективе, непосредственно строительство новых объектов на территории городского округа, мы уже на протяжении более 8 месяцев с водоканалом работаем по строительству двух новых канализационных очистных сооружений биологических. Это строительство новых кангаласов непосредственно, там замена старых канализационных очистных сооружений и строительство новых канализационных очистных станций с приемом сточных вод от фекальных машин. Это в селе Табага. В принципе, это позволит в селе Табага в последующем рассматривать вопрос строительства централизованного водоотведения. Сейчас там у нас работают чисто исключительно на машинах. И возить от мыса Табагинского до биологической станции очистки – это довольно-таки очень дорогое удовольствие. В принципе, это довольно-таки перспективный инвестиционный проект, который позволит, во-первых, сэкономить. Получить достойный объект и, соответственно, повысить качество на месте, по сути дела, обработки большего количества сточных вод. Сейчас у нас в Табаге имеются определенные проблемы по эксплуатации септиков, имеются переливы. Плюс, как я уже говорил, техника специализированная, независимо у кого она находится, у частных лиц, либо у нашей специализированной организации, она очень сильно была, скажем так, подвергнута тяжелым условиям эксплуатации в эту зиму. И были соответствующие разливы. На леди, конечно, все предприятие, организация уберет наше муниципальное. Приведем чистоту, соответствующую уборку. Ну, что касается водоснабжения, то с водоканалом мы работаем по двух направлениях. Фактически сейчас уже строится третий канализационный коллектор, как я говорил, соответствующий объектами перекачки сточных вод. И также строится новый водоузел номер 5, это в залоге. И соответствующие сети водоснабжения, для того, чтобы можно было подключить новый квартал, который сейчас строится на территории ДСК. Также это позволит многим нашим строительным компаниям получить техническую возможность подключения к этим сетям на тех земельных участках, которые они уже на сегодняшний день получили. Я думаю, что это даст определенный толчок развития самого заложенного нашего квартала и вообще автодорожного округа. В принципе, это довольно-таки очень хорошая перспектива. Ну и плюс, как я уже говорил, мы также работаем по централизованному водоснабжению. Питьевой и холодной воды. Это микрорайон Марха. На сегодняшний день, буквально несколько часов тому назад закончилось совещание. Рассматривали вопросы трассировки. И, в принципе, мы уже готовы к тому, чтобы утвердить техническое задание на разработку проектной смертной документации. Источники этого года у нас на начало этой работы уже предусмотрены в бюджете. И мы эту работу однозначно начнем. В следующем году, когда мы будем уже получать определенную информацию по стоимости данного строительства, у нас стоит задача совместно с водоканалом поиск источников финансирования. Данный проект, он оценивается по МАХЕ порядка миллиарда восемьсот совместно с строительством насосной станции. Коллектор, то, что я говорил ранее, коллектор номер три, канализационный, главный, и водоузел, плюс сети канализации и водоснабжение, на сегодняшний день реализовывается стоимостью в 4 миллиарда рублей. Источники финансирования здесь уже определены. Это как и заемные, так и республиканские средства. Соответственно, собственные тарифные источники самого предприятия водоканал. Я вот всегда говорю, мне обидно же, когда говорят, вот дорожники отработали хорошо, да, какие-то, вот коммунальщики отработали хорошо, там, кто-то еще, ну, к отрасли кто имеет. Раньше, помните, были такие доски почеты, там, которые чуть ли не лучший, там, оператор бабката, там, или что-то типа такого. Такую вещь не хотите ввести, лучший работник, там, коммунальной отрасли города. Потому что, ну, ребятам, наверное, было бы, те, которые работают на дорогах, на теплотрассах, те, которые работают на линии, да, им, наверное, было бы немножко, но приятно. Вот вы, как руководитель коммунального звена, да, за такую идею или нет? Вы знаете, это хорошая, действительно, очень хорошая мысль, идея. Реализация, в принципе, не стоит особо больших затрат. Мы ее реализуем, я думаю, в ближайшее время. Сейчас у нас, конечно, существует нематериальное стимулирование. И, скажем так, благодарность работников жилищно-коммунального хозяйства, это как почетное звание, соответствующее, как на уровне Якутской городской думы, соответственно, благодарность и грамоты, безусловно, такие на республиканском уровне, на уровне Министерства жилищно-коммунального хозяйства, даже на уровне Государственного собрания, УТМН. По сути дела, есть определенные свои грамоты ведомственные, почетные, которые мы, в принципе, организуем. Вот буквально 22 марта мы готовимся к празднованию профессионального дня жилищно-коммунального хозяйства, который состоится, правда, 21-го, но мы у себя здесь запланировали отмечать 22-го. В некотором смысле такая символическая дата, потому что 22 декабря это профессиональный день энергетики. И наша работа, она, скажем так, всегда рядышком. И, в принципе, если говорить о благодарности работников сферы жилищно-коммунального хозяйства, мне было очень приятно и отрадно, то, что в канун Нового года было очень много поздравлений и благодарных дворников, совершенно верно. Я, когда работал в энергосбыте, еще в Миринском отделении энергосбыта возглавлял в городе Мирном, мы тоже такую же, можно сказать, акцию определенную проводили. И мы благодарили своего дворника, который действительно работал поседневно, каждый день на совесть. Мы приходили, вроде бы, казалось, рано утром на работу, но он приходил еще и раньше. То есть, когда мы приходили, было всегда чисто, всегда было приятно. В городе Якутске то же самое. Таких примеров очень многое количество. И очень приятно. Даже вот, скажем так, рассмотрение определенных отраслевых наград на сегодняшний день, я обратил внимание на некоторых наших работников, в том числе и дворников, которые в 50 лет, представьте, в 50 лет люди пришли в эту отрасль, работали там бухгалтерами, другими направлениями сферы деятельности. В 50 лет пришли работать дворником и уже на протяжении 15 лет работают дворниками. Это действительно заслужит определенное уважение данных людей, потому что они делают то, что мы должны делать каждый день после этого дела, также вместе с ними. Ну и самое главное, хотелось бы поблагодарить этих людей, воспользоваться вашей возможностью, особенно при двери скором празднования жилищно-коммунального хозяйства, о том, что огромное им спасибо за их труд, поседневный, ежедневный, невзирая ни на холод, ни на жару нашу якутскую, они выполняют свою работу. Притом очень хорошо и качественно, что даже сами горожане провели вот такую акцию. Мы, безусловно, их акцию также поддержали, и я думаю, что будем ее только развивать. Я, кстати, заметил, что центр стал чище тротуара. Но это двояки, конечно, просто можно там поскользнуться и упасть, но все-таки, наверное, просто когда сейчас в скором времени уже солнце вступит в свои права, по большой части, меньше луж, чистота, вот это вот, все вот эти вещи. Я думаю, это большое поспорье будет элементарно для того, чтобы лишний раз покупать лишнюю пару обувь. Ну, смотрите, да, что касается непосредственно чистки тротуаров и скользкой обуви, да, на сегодняшний день технологии тоже не стоят, и даже в обувной отрасли очень много сейчас довольно-таки хорошей качества. И недорогой обуви теплой, которая не скользкая. Момент такой, не только в нашем городе, по всей России, начиная с прошлого января, куча народу уже стонет от того, что не могут сделать ничего, закон есть закон. Я имею в виду действия нового закона о содержании... По обращению. По обращению с животными. Безнадзорными животными. Безнадзорными животными. Вот в этом плане я понимаю, что в ваши обязанности также входит и вот это направление, да, которое, еще раз говорю, очень большой головняк. Это на протяжении многих лет. Да, этот вопрос у нас очень сильно беспокоит. Мы понимаем о том, что собаки все-таки, это все-таки животные. Им не объяснить то, что нужно вести себя определенным иным образом. Инстинкты у них на сегодняшний день на высоком уровне. Может быть, когда-нибудь все изменится, но в ближайшее время это точно не будет. На сегодняшний день мы предпринимаем безусловно определенные действия совместно с зоозащитниками, с фондом некоммерческим «Помоги выжить» по усилению отлового собак. Вот то, что мы можем сделать со своей стороны, мы это сделаем не просто на 100%, а на все 500%. Такая задача поставлена Евгению Николаевичу. Соответственно, мы ее выполним. И буквально завтра у нас выходит порядка на линию вместо двух бригад, 10 бригад по отлову этих собак. Плюс мы встречались буквально 4 марта в прокуратуре нашей городской, где приняли участие не только город, городские структуры, но и полиция, также департамент ветеринарии республики Саха-Якутия, где обсуждался данный вопрос. И этот вопрос беспокоит не только наш город, а полностью всех, все органы структуры власти в честь того, что можно сделать. Да, мы видим и читаем в соцсетях, в соцсетях массовой информации, что происходит в других регионах, да что мы в регионах, в других населенных пунктах даже нашей республики Саха-Якутия. Та же непосредственная статья, которая была по Ленскому. То же самое, по сути дела, где-то мы тоже видим, что есть падеж собаки у нас в городе. Причину, конечно, мы не знаем. Где-то и в ДТП это происходит, где-то естественный падеж, пришло время, где-то и сами же собаки разрывают своих сородичей. Так ведь тоже случаи у нас, к сожалению, нередки. Ну и, соответственно, мы отлавливаем, направляем в пункт нашей передержки безнадзорных животных, который, надеюсь, в скором времени будет модернизировано и будет уже как в качестве приюта. Также мы совместно инициативной группой госсобрания Илтумен была завершена работа по формированию предложений по изменению данного федерального законодательства. Потому что выпускать в естественную среду собак, а мы понимаем с вами, что естественная среда – это, получается, территория города, населенного пункта, но это, наверное, не совсем правильно. В этом плане предлагается, скажем так, если отлавливать собак, и уже и содержать его в пункте безнадзорном, в соответствующем пункте. Это правильно, я считаю, что решение. По большому счету. Если изучать мировую практику других стран, там тоже шли по этому пути, и многие даже страны, по сути дела, отказались от этого пути, ушли на старый отлов, определенное содержание. Если данной собаку не удалось пристроить, соответственно, шла ее, скажем так, утилизация. Возможно, в скором времени мы можем также вернуться к этому же пути. Потому что то, что направлено на реализацию, мы пока видим, что мы получаем только отрицательный на сегодняшний день эффект. Продолжение следует... Были же определенные предложения, типа, ну давайте накрывать вот эти мусорные баки крышками, среду обитания, вернее, пищевую сферу уменьшать. Не считаете это таким здравым предложением? Ну, смотрите, это же двоякая ситуация, да. Многие люди говорят о том, что нужно закрывать. И, в принципе, законодательство, оно сегодняшнее по обращению с твердокоминальными отходами, оно говорит то, что новые баки, которые покупаются, они должны быть соответствующими крышками закрываться. Данное действие мы, безусловно, сейчас закупали. В прошлом году более 600 таких емкостей мы купили, соответственно. Ну, что мы видим на самом деле, да, есть и обратная сторона этого счастья. Помойки, места накопления ТКО, это же, по сути дела, пищевая база для этих собак. Вот вопрос, если мы сейчас перекроем им эту пищевую базу, куда они пойдут в нашей естественной условной среде? Тоже никто не может отдать четкого и ясного ответа. То есть это возникнет, это повышит риск, угрозу. Здоровье людей. Совершенно верно. Совершенно верно. Когда нет питания, даже посмотреть в дикой среде животных, те же белые медведи, они куда идут? Они идут на свалки. Они идут в населенные пункты. Камназом цепляются. Совершенно верно. То есть нужно четко себя понимать, а этого пока никто не знает, ни зоозащитники, ни соответствующие специалисты в этой области. К чему это приведет? Ну и потом в наших суровых климатических условиях, при минус 50 и ниже, что такое крышки, да, непосредственно? Это же нужно их открывать. Либо голой рукой, да, это, во-первых, получишь ожог. Второе, дети небольшого возраста, они не смогут просто физически открыть, дотянуться даже до этих крышек, и, соответственно, мусор будет выбрасываться рядом с этими контейнерами. То есть это тоже определенные минусы. Да, и те баки, которые мы сделали, при эксплуатации многие крышки уже вырваны. Даже грузить не особо удобно. Да, на сегодняшний день у регионального оператора со стороны государственного интернерного предприятия жилищно-коммунерного хозяйства приобретена новая современная техника, в том числе и с задней загрузкой под евробаки. Мы в прошлом году в конце прорабатывали, и сейчас, в принципе, совместно прорабатываем с Министерством ЖКХ, с Центром развития жилищно-коммунерного хозяйства, в честь того, чтобы получить федеральную субсидию, на это дело приобрести, и, соответственно, уже внедрять технологию раздельного сбора мусора. Это пластик, картон отделить, ну и все остальное, условно говоря. Мы стоим для себя сейчас в минимальной шаге, для того, чтобы уже потихонечку самим прививаться к этой культуре. В принципе, я считаю, что это правильный путь. В 2019 году мы встречались с немецкой группой экологов, и я им задал вопрос в ходе беседы, сколько времени вы занимаетесь вот этой реформой, и какие результаты, какой эффект у вас получился. И, честно говоря, я был удивлен, что экологи сказали, вы знаете, есть такие люди, даже у нас в Германии, которые привыкли в один бак все бросать, и они бросают все в один бак. А так, в целом, эта культура уже прививается более 30 лет. Притом стоимость затрат на обращение с твердокоммунальными отходами у них просто колоссально в разы больше. В некоторых, скажем так, субъектах доходит на одного члена семьи годовой затраты 700 евро. Это огромнейшее денежное средство. На утилизацию мусора? На то, чтобы его сдать, собрать. Притом, очень большие науки идут. На производители упаковки. Самое главное, как они отмечают, на производители упаковки, потому что основной отход – это именно за счет упаковки. Тоже входуются немалые денежные средства, и в этой сфере в обороте находятся миллиарды. Просто огромнейшие суммы денежных средств по выполнению этой работы. И то, те, кто осуществляет раздельный сбор отходов, у них есть определенное, скажем так, понижение стоимости затрат на семейный бюджет. А те, кто все-таки дает в один бак, и сумма стоит, и штрафы предусмотрены, но даже несмотря на их большие штрафы, по некоторым, скажем так, людям не дает эффекта. Вот привыкли они просто с молодости, находясь сейчас в определенном возрасте, все равно кидать все в одно место. Анонсировано сейчас строительство порядка 20 теплых остановок. При этом, ну, я не знаю, сколько себя помню, я в муниципальном телевидении пришел в 92-м году, да, в 91-м. Еще попался в Бородинбу, и с тех пор муссируются теплые туалеты, теплые туалеты. Причем, я знаю одно заведение общепита, да, на улице Кирова, там был вьетнамский ресторанчик, суп наливали вьетнамский, да, фо-бо или что-то типа такое. Вот это единственное здание теплого туалета, которое в центре есть. Ну, соответственно, переродился в общепитае. Вот в этом направлении что делать? Это же здоровье людей, это здоровье наших матерей. Когда у человека нет персонального транспорта, автомобили, пользуются общественным транспортом, это же большая проблема. Это не только в нашем городе, да, но в нашем городе она усугубляется тем, что здесь 50, минус 50. И в Москве может приспичить, я прошу прощения. Ну, я думаю, что вы не раз были в Москве, может быть, даже в городе Санкт-Петербург. И, в принципе, мы там видим с вами такие общественные туалеты, которые стоят, как правило, у станции метро. Станции метро у них там довольно-таки развиты, и не только на станции метро. Есть такие туалеты. И даже предусмотрены определенные помещения зданий, где есть соответствующие туалеты, как правило, в подвалах. В принципе, у нас на сегодняшний день действительно стоит очень серьезная реализация данных проектов. И в том году мы с водоканалом вели эту работу. Они готовы были выступить как чистые конституционеры. И пилотно построить несколько туалетов, там два, три штуки. И, соответственно, попробовать, что это такое. У нас на сегодняшний день есть ряд определенных сложностей. Это, во-первых, возможность технологического подключения. То есть, если мы с землей еще как-то можем определиться, то вопрос стоит, а есть ли там коммуникация, которую можно подключить. Тот же отвод-сточник вод, подведение воды. Соответственно, по свету у нас еще более-менее здесь вопросы решаемы. А что касается по этим двум, стоки и вода, соответственно, есть определенные сложности. На сегодняшний день мы изучаем определенную технологию заводов и изготовителей, которые готовы нам предложить в той или иной комплектации, в той или иной виде теплые туалеты. То есть, вопрос на сегодняшний день открытый. Нам действительно самое главное не ошибиться с технологией. Потому что мы научились у себя строить с 90-х годов хорошие современные здания, сооружения, теплые, комфортные. А вот что касается местной посадки, здесь безусловно будут стоять у нас проблемы. Даже по теплым остановкам, которые у нас уже вроде бы в городе немало, мы видим ее определенную потребность со стороны населения. И то возникают у нас сложности с землей и с подведением коммуникации. Ну хорошо, сейчас есть энергосбегрегающие технологии. И, в принципе, обогреть остановку с помощью электроэнергии, в принципе, сейчас не составляет никакой сложности и трудностей. В этом направлении, в принципе, поставлена уже задача, как со стороны главы республики, так и со стороны Евгения Николаевича, в части того, что мы должны в этом году кардинально подойти к решению этого вопроса. Мы строим очень немало количества новых дорог. В прошлые годы это были, условно говоря, 25 километров, в этом году чуть ли не 49 километров. И, соответственно, в рамках строительства данных дорог мы должны предусматривать соответствующую инфраструктуру, в том числе теплые остановки, в том числе теплые туалеты. Эта работа сейчас у нас, по сути дела, ведется. По теплым остановкам она у нас неплохо, я считаю, что продвигается. Определены немалое количество объектов. Это, как правило, конечные остановки, где скапливаются тоже таких густонаселенных кварталов. Соответственно, будет устанавливаться. Ну и плюс еще ряд других. При этом мы для себя принципиально определили о том, что данные остановки мы будем сейчас отдавать нашему муниципальному торговому предприятию ЕПАК для последующей эксплуатации и содержания. Потому что есть, скажем так, неоднозначная практика эксплуатации этих остановок. Частные организации, которые там устраивают магазины, во-первых, уменьшают площадь, где можно будет людям находиться. Это раз. И плюс период эксплуатации, он у них ограничен. Кто-то открывает в 8 часов, кто-то в 9 часов утра. Соответственно, самый максимальный пик людей, которые проходят и не могут воспользоваться данной услуги. И закрывается тоже очень довольно рано, когда люди вечером не могут им так же воспользоваться. Поэтому для нас сейчас привлечь свое собственное предприятие, посмотреть, попробовать и, соответственно, выстроить эту работу. По следующим бизнесу мы рассмотрим вопрос о том, чтобы отдать в том числе и частному руке. Но надо показать, сначала надо показать, что это должно быть и как должно быть. Завершающий вопрос наше сегодняшнее похедение в этом огромном зале. Все-таки вы руководством муниципалитетом уже определенное время. Какое у вас сложилось впечатление? Вообще, сектор ЖКХ, насколько он политизирован? Вообще, может ли быть политизирован вопрос снабжения теплом, водой? Насколько может быть политизирован вопрос канализации? Как вы оцениваете вот это? Вообще, стоит ли политизировать вообще все эти вещи? Вы знаете, те люди, которые давно уже работают, не первый год и даже не первый десяток лет, именно в сфере жилищно-коммунального хозяйства, говорят такую простую вещь. Когда не вспоминают работников ЖКХ, значит, работает все хорошо. Работников, слесарей, дворников, начинают вспоминать ровно тогда, когда что-то не так. Когда идет авария, когда, соответственно, не осуществляется то, что должно осуществляться, уборка, санитарная очистка и много чего другого. Поэтому я вам скажу простую вещь. Ни в коем случае ЖКХ никогда не могло быть и не будет политизировано. Потому что, как только, не дай бог, эта сфера уйдет в сферу политики, соответственно, у нас станет коллапс, по сути дела. Большой коллапс. И мы сразу поймем, что ее нужно менять. Ни в коем случае. Этого нельзя допускать. Поэтому на сегодняшний день я оцениваю то, что сфера ЖКХ не политизированная. Поскольку мы, во-первых, как вы уже сами отметили, довольно-таки неплохо прошли. Холода, которые были за минус 50 и ниже. Мы, соответственно, смогли подготовиться к зиме. На это время не будет просто на все, если мы будем заниматься политикой. Есть люди, которые должны заниматься. Это не без этого. Пускай они занимаются. Говорит человек, удел которого заниматься на самом деле теми вещами, которые волнуют каждого из нас, каждого горожанина. Это Арман Сорокин, заместитель главы окружной администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Это была программа «Горожане», которую веду я, журналист Дмитрий Аргунов. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова